В эфире телеканал Видное ТВ. Новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Ситуацию с вырыбкой липу станции Расторгуева взял под личный контроль депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Самое главное, нужно понимать, что люди крадут у нас наше богатство. В школах муниципалитета прошла проверка качества питания. Я супы, если честно, не очень люблю вообще в принципе, поэтому я предпочитаю котлетки с макарошками. Мобильный пункт вакцинации от коронавируса открылся в кинотеатре «Искра». У меня хронических заболеваний нет, поэтому я немножко так и не опасалась. История с незаконной вырубкой лип в сквере на улице Вокзальной в Расторгуеве продолжается. Место преступления посетил депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Там он встретился с представителями муниципальной власти и общественниками, чтобы выяснить причину случившегося и взять ситуацию на личный контроль. Подробности в репортаже Юлия Багасьян. Природа – главное богатство нашей страны. В этом уверен депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, который разделяет боль жителей Расторгуевской части города Видное, где две недели назад произошел вопиющий случай. Собственник земельного участка возле конечной автобусной остановки спилил 17 здоровых лип. Мы обязаны сейчас максимально разобраться, наказать. Не знаю, крупномеры такие есть, что кто вырубил, посадил такие же, не знаю. Может быть, это тоже будет одним из дополнительных наказаний. Но самое главное, нужно понимать, что люди крадут у нас наши богатства. Наши богатства, да. Попробуйте из Гоухрана украдить и там слиток золота – это невозможно. Его охраняют как ничто. Но самое большое богатство для нас – это наша природа в ближайшее время. Вода, лес, деревья, парки. Ущерб мог быть куда больше, если бы не бдительность местных жителей и моментальное реагирование представителей территориального отдела, которые буквально поймали нарушителей за руку и пресекли дальнейший спил. Один в поле не воин, как мы все об этом знаем. И надеемся, что с помощью Вячеслава Александровича удастся на уровне депутата Госдумы эту проблему решить и обратить внимание. Потому что у нас Расторгуево, это зеленая часть города видно. И нам необходимо сохранить. Представители администрации Ленинского городского округа намерены разобраться, на каких основаниях парковая земля могла попасть в частные руки. Администрация нашего городского округа обратилась 22 января практически на следующий день в суд для того, чтобы принять меры о снятии данного земельного участка с кадастрового учета и исключение записи из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Как это произойдет, собственно говоря, после этого мы примем все меры. То есть мы подтверждили Вячеславу Александровичу о том, что примем меры для того, чтобы привести данную территорию в исходное состояние. Ущерб составил более 1 миллиона рублей. К делу подключились все правоохранительные органы. Прокуратура, Следственный комитет. Вячеслав Итисов взял ситуацию под личный контроль. Юлия Богосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Депутат Московской областной думы Владимир Жук с рабочим визитом посетил Ленинский городской округ. Цель поездки, среди прочего, проверить качество горячего питания в общеобразовательных школах. Его сопровождали представители руководства муниципалитета, депутаты округа, общественники и наша съемочная группа. В середине января был открыт новый корпус Видновской гимназии. Именно по его коридорам с краткой экскурсией проводили гостя до столовой, которая, кстати говоря, тоже теперь размещается здесь. По современным стандартам уже сделано. Именно благодаря пристройке появилась здесь и эта большая светлая столовая. В старом помещении одновременно могли принимать пищу только 120 человек. Здесь 400. У нас небольшая столовая, был очень маленький пищеблок, который не соответствовал нормам Санпина. Там были очень маленькие цеха. И поэтому вообще-то идея о пристройке у нас появилась именно с идеей нового пищеблока. И поэтому у нас новый пищеблок в новой пристройке на 400 человек. Огромное помещение, хорошая цеха, современно обустроенная, с новой техникой. Сейчас в школе обучаются более тысячи учащихся. В следующем сентябре, благодаря новой пристройке, их количество увеличится на 300 человек. Елена Пиклина, за производством. Дай команду, девочка накрывает на стол. Хорошо. К депутатам, представителям руководства муниципалитета присоединились и две мамы. Родительский контроль ведется во всех школах Ленинского городского округа на постоянной основе. Нареканий никогда не было. За 11 лет, сколько вот мы были, то есть у меня ребенок регулярно и на завтраке ходила, на обеды немножечко реже, никаких нареканий не было. Как раз к окончанию дегустации началась перемена и зал наполнила ребятня. Депутат поинтересовался и их мнением. Вам всегда вкусно? Да! Быстро вы кушаете? Да! Добавку бросите? Да! Мне нравится еда в столовой, мне нравится сбалансированное питание. Ну тут достаточно вкусно. Я супы, если честно, не очень люблю вообще в принципе, поэтому я предпочитаю котлетки с макарошками. Стоит отметить, что в Ленинском городском округе более 13 тысяч детей, обучающихся в начальной школе, и порядка 5 тысяч детей из льготных категорий питаются бесплатно. Вопрос организации горячего питания, по которому мы сегодня сюда и приехали, он один из самых важных и ключевых. Поэтому сегодня вместе с депутатами городского совета в Бидновской гимназии проверили, как организован процесс. Прошлись по производственным помещениям, смотрели, как все организовано, попробовали, продегустировали совместно с депутатами городского совета. Вкусно, реально вкусно. Контроль питания осуществляется на разных уровнях. Первый в школе, где каждое утро все тщательно проверяют, заполняют необходимые документы и даже фотографируют еду. Второй уровень муниципальный. Здесь за качеством следят уже специалисты отдела образования. Есть еще ведомственный контроль, сотрудники министерства образования контролируют этот процесс. И, пожалуй, самый массовый, это, конечно же, общественный контроль. Сюда входит и контроль депутатский, контроль членов общественной палаты. И самый важный для нас – это родительский контроль. В ходе поездки Владимир Жук также посетил общеобразовательную школу в Лопатина. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в кинотеатре «Искра». Теперь совершеннолетние видновчане могут сделать прививку в выходной день рядом с домом. Число категорий жителей, которым доступна вакцина, сегодня быстро расширяется. А значит, и желающих сделать прививку становится все больше. До недавнего времени мобильная бригада работала только в торгово-развлекательном центре «Вегас». Недавно был открыт новый прививочный пункт в кинотеатре «Искра». Желающим получить вакцину достаточно иметь при себе паспорт Полис и СНИЛС. Это касается всех граждан. Плюс еще дополнительное исследование гражданам 65+. Это обязательное проведение иммуноферментного анализа на наличие антител к COVID-19. На месте работы мобильной бригады соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Препарат «Гам-Ковид-Вак», более известный под названием «Спутник В», содержится в специальном холодильнике. Ампулу размораживают непосредственно перед прививкой. До вакцинации пациенты в обязательном порядке проходят осмотр врачом-терапевтом, а их самочувствие контролируется в течение получаса после введения вакцины. У меня хронических заболеваний нет, поэтому я немножко так не опасалась этого, не боялась. Честно говоря. Прекрасно, прошло уже, как говорится, вот несколько минут, пока все нормально. Мобильный пункт вакцинации в кинотеатре «Искра» будет открыт каждые выходные с 10 утра до 3 часов дня. И найти его легко. Достаточно лишь пройти по стрелкам-ориентирам на фасаде здания. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Оказаться по ту сторону экрана, побывать в кресле ведущего, своими глазами увидеть, как рождаются новости – мечта нет реальность. На нашем телеканале прошла экскурсия для школьников Ленинского городского округа. Здесь юные гости узнали все секреты телекухни. Продолжит Екатерина Коваленко. В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Студия Алиса Чапайкина. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Нет, это не новый сотрудник телеканала «Видное ТВ». Сегодня редкая возможность оказаться в кресле ведущего и узнать, как же работа телекухня появилась у юных жителей муниципалитета. Экскурсия по студии прошла в рамках акции «Мой выбор», благодаря которой ребятам из многодетных семей, инвалидам, воспитанникам социальных учреждений расскажут о разных профессиях. Рассказать нашим молодежи, какие профессии востребованы в нашем муниципалитете, какие организации осуществляют свою деятельность, чтобы заинтересовать молодежь в работе в нашем муниципалитете. Всего планируется посетить 15 крупнейших предприятий округа. Началась акция с нашего телеканала. В роли гида выступила корреспондент Юлия Пагасян, которая поделилась секретом, как же рождаются новости. «Отсматривает интервью, берет что-то из этого интервью для написания текста, который будет за кадром». Школьники прошлись коридорами студии, побывали в ньюсруме, где корреспонденты пишут сюжеты, а потом заглянули в монтажную. Именно здесь материал становится таким, каким его уже увидят зрители. Любознательные мальчики и девочки могли задавать любые вопросы монтажером, оператором, выпускающему редактору и составить свое мнение о телевизионном ремесле. «Тяжелая работа, естественно. Это труд, не поголодая сил. Но в любом случае, мне эта профессия близка. Очень нравится, как работают здесь люди, и я бы очень хотела связать свою жизнь с этим». Неизвестно, станут ли участники экскурсии звездами телевизионной журналистики, но впечатления наверняка останутся у них надолго. Среди гостей были и родители детей. Мария Белова считает, что в такие моменты ребята действительно могут принять судьбоносные решения. «Блестели глаза, они все вот это увидели, увидели новый какой-то мир для себя. Поэтому, конечно, может. Я думаю, что вот из этих сегодня 10 детишек, я думаю, хотя бы один, но должен пойти, быть или корреспондентом, или еще кем-то». Побывали юные видновчане и у наших коллег из газеты «Видновские вести». Журналист Этерика Беридзе рассказала о приложении «Ровесники». Выходит оно один раз в месяц и пишут для него дети. Темы тоже только те, которые интересны молодежи. «Не бойтесь, присылайте материалы, мы с вами найдем общий язык. Что-то сначала не получится, в дальнейшем обязательно получится, во второй, во третий раз. И я ей говорю, пробуйте свои силы, это уникальная возможность попробовать себя в журналистике». В заключении встречи ребятам вручили памятные подарки, а директор видновской дирекции киносети Олег Федоров обратился к ним с напутственным словом. «Если у кого-то будет желание, обязательно поступайте, учитесь и приходите к нам в газету и на телеканал, и мы с удовольствием будем вместе работать». Ребята, мы вас ждем. Екатерина Коваленко, Евгений Садовский, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.